Всем привет! С вами Елена Корнева. Мы продолжаем с вами готовиться к вашим мероприятиям, к вашим событиям. И сегодня тема выпуска «Как составить список гостей на свадьбу». Вообще есть два направления у этой темы. Первое — это, в принципе, кого приглашать и кого не приглашать. Если интересен такой выпуск, если интересна такая тема, то напишите мне обязательно об этом в комментариях. Если комментариев будет много, я запишу выпуск на тему «Кого приглашать, кого не приглашать». Второе направление этой темы — это, о чем, в общем-то, пойдет речь в сегодняшнем видео, это как составить список гостей, как с ним работать, что должно быть в этом списке. В общем, принцип составления списка гостей и каким образом вести учет ваших гостей на вашем мероприятии. Готовы? Погнали! Конечно, можно просто открыть табличку Excel и вбить туда фамилию, имя, отчество, страна жениха и невесты и, в общем-то, начать работать с этой табличкой Excel. Но сегодня я хочу показать вам немножко другой способ, который дает больше возможностей работать с той же, в общем-то, табличкой Excel, но позволяет обрабатывать разные данные и дает возможности, которые вы можете использовать в дальнейшем в процессе всей подготовки и даже в день своей свадьбы. Итак, что нам нужно будет сделать? Ссылочку я вам оставлю в описании, заходите на свадебный портал Event for Me и попадаете на страничку свадебного портала. Сейчас сразу открою главную страничку, попадаете вот так вот на страничку свадебного портала. Дальше вам нужно будет зарегистрироваться, то есть вот сюда, вот на это окошечко нажать и зарегистрироваться, у вас появится кабинет жениха и невесты. Заходите в кабинет жениха и невесты, я уже зарегистрировалась заранее. И вот так будет выглядеть ваш кабинет жениха и невесты. Мы сегодня с вами разберем вкладочку список гостей. Нажимаем вкладку список гостей и начинаем работать, в общем-то, с этой вкладкой. Итак, как составить список гостей? Для того, чтобы составить список гостей, вам нужно сделать событие. Первое, что вы нажимаете, это нажимаете добавить событие. Сюда вы размещаете само событие, название места, мероприятие, где у вас будет проходить. Поэтому в данном случае я уже добавила информацию, что вот у меня свадьба, вот у меня проходить она будет там-то, там-то, такого-то числа. И даже есть меню, вопросы по меню, что гости могут выбрать в качестве еды на мероприятие. Дальше, как только вы создали событие, после этого вы можете начать добавлять гостей на ваше мероприятие. Здесь есть ряд интересных моментов, которые наверняка вам пригодятся и понравятся, в общем-то, в качестве функционала. Итак, давайте вместе с вами сделаем сейчас небольшой список гостей. Итак, нажимаем добавить гостя. И вот мы начинаем забивать. Там, допустим, Ирина, да? Ирина, пусть будет Степанова. Буду не Корнева сегодня, а Степанова, так как Корнева у меня уже в гостях есть. Ирина Степанова я добавляю в список гостей. Взрослый человек, мне нужно будет размещение. Дальше, сохранить. Дальше, контактная информация. Добавляю свой адрес электронной почты, e-mail собака Корнева Wedding. Плюс один. Могу ли я привезти других гостей? Да, могу. Я приведу с собой еще свой... Мы придем с моим мужем. Его зовут Владимир Степанов. Почему Степанов? Не знаю. Ну, так захотелось мне почему-то. А так, Степанов. И он тоже взрослый человек, но мы придем без... Ладно, мы возьмем с собой одного ребенка, допустим. Ева Степанова. Взяли одного ребенка. Так, и присоединяемся к событию, к свадьбе, да? К свадьбе. Вот присоединяемся к событию. Я пока не выбираю блюда. Здесь есть возможность повыбирать блюда. Что Ирина Степанова будет кушать, что будет Владимир кушать. Но я не выбираю блюда никакие. Я просто сохраняю вот эту информацию. И вот у нас список гостей появился. То есть у нас вот Ирина Степанова, которая возьмет с собой еще двух человек. Далее. Дальше вы по тому же принципу добавляете еще гостей. Допустим, Дмитрий Петров. Дмитрий Петров. Так, он у нас список гостей тоже. И он взрослый человек. Ему не нужно размещение, ну, в общем-то, сохранить. Вот у нас в списке гостей уже появилось там несколько человек. Одиннадцать человек в данном случае. Потому что здесь без группы было несколько человек. Давайте я сейчас поудаляю вот всех, чтобы вы увидели прям лишних. Лишних удалю. Чтобы мы с вами в режиме реального времени, в общем-то, все сделали. Вот. То есть у нас вот с вами основной гость, да, Дмитрий, там, Ирина Степанова. Еще есть дополнительные гости. И у вас сразу подсчитывается, сколько человек вы планируете пригласить. Итак, как только вы записали, да, этих гостей, то есть они у вас появились, эти гости, вот они есть, дальше вы можете отправить гостю приглашение прям отсюда, прям вот не выходя никуда, да, можете сделать в WhatsApp, отправить приглашение, можно сделать это прямо отсюда. Берете, нажимаете кнопочку «Сбор адресов», загружаете там фотографию какую-нибудь, вот загрузили, выбрали фотографию, сохранили. Дальше вводите адрес, пишете заголовок, пишете текст, я уже текст сразу написала, приглашаю вас на свадьбу, пожалуйста, пройдите по ссылке на наш сайт, ответьте на вопросы по меню. То есть, смотрите, вы можете просто отправить картиночку условно, да, в которую написать, приглашаю вас на свадьбу, приходите. Но интереснее, когда вы, ну, просто большим функционалом вы сможете воспользоваться, если у вас будет уже сделан сайт приглашения, его тоже можно сделать на этом же портале, да, я уже рассказывала, как это сделать, уже показывала, как это сделать, сайт приглашения. Вот в данном случае я сюда вставляю еще и ссылку на сайт приглашения, который я уже заранее там составила и по которому я смогу получить от гостей обратную связь. Вот я вставила ссылочку на сайт приглашения, дальше я нажимаю кнопочку отправить, отправить. Все, у меня успешно отправлено, да, у меня пришло сообщение, что у меня все прекрасно, успешно отправлено. Как только придет это сообщение к гостю на почту, то гость может зайти к вам на ваш сайт приглашения и ответить на вопросы, и те ответы на вопросы, которые гость сделает, появится, отобразятся у вас в вашем списке гостей. Это суперудобно. То есть это сейчас пока сложно кажется, но на самом деле это суперудобно. В общем-то вы можете вот это вот приглашение, не обязательно его отправлять конкретно на почту, да, вы можете скопировать ссылку на сайт приглашения, отправить в WhatsApp, и когда человек будет проходить этот опрос, он точно так же будет отображаться в вашем списке гостей. Смотрите, вот заходите, вот пришло там сообщение мое, да, посетить наш свадебный сайт. Вот я попала на тот сайт, который я создавала. Понятно, что здесь ничего не заполнено, но суть не в этом, да, суть в том, чтобы, в принципе, вы поняли, как здорово это все работает. Вот имя гостя, да, меня зовут, допустим, Светлана Петрова. Очень важно, когда вы будете гостям отправлять вот эту ссылочку, сказать гостям, чтобы они обязательно писали не какие-то никнеймы, да, чтобы было действительно их имя и фамилия, чтобы вы действительно могли четко ориентироваться, кто у вас принял приглашение, кто не принял, кто что будет кушать, потому что это удобно. Дальше вы нажимаете кнопочку «Далее», и Светлана Петрова сможет ответить на вопросы. То есть она пишет, допустим, принимаю с удовольствием, буду кушать рыбу, и я буду не одна. Будете ли вы одна? Нет, я буду не одна. Вот она приняла приглашение, и как только она приняла это приглашение, вы возвращаетесь в свой список гостей, да, возвращаетесь в свой список гостей, обновляете его в список гостей. И видите, у вас уже в списке гостей было изначально 4 человека, а сейчас у вас в списке гостей уже 1 человек принял, и приглашено 5, а не 4. Видите, как здорово. И тот человек, который принял, он у вас будет отображаться в кнопочке без группы. Не в кнопочке список гостей, а в кнопочке без группы. То есть условно вы сможете сразу же ориентироваться, да, кто принял, кто не принял, и, помимо всего прочего, вы сразу будете видеть, что человек кушает. Вот он принял, эти люди пока приглашены или пока не приглашены, да, а вот этот человек, он принял, да, приглашение отправлено, он принял, и он будет кушать рыбу. Это суперудобно. То есть, понимаете, вы сразу собрали всю информацию, у вас сразу вся эта информация отобразилась, и вам сразу понятно, что человек будет на вашем мероприятии, и что человек будет кушать конкретно какую-то еду, да. Давайте еще попробуем с вами пройти опрос, допустим, следующее приглашение, которое было отправлено там, Дмитрий Сергеев, допустим, Сергеев, далее, и вот Дмитрий Сергеев отвечает, что он отказывается, к сожалению, к сожалению, отказывается и отклонить, вот, он не сможет прийти на вашу свадьбу, вы опять же заходите на свой список гостей, и вы видите, что приглашено-то было у вас 6 человек, Дмитрий Сергеев отклонил приглашение, видите, у вас сразу же отклонил приглашение, рыба у него осталась, но приглашение отклонил, рыбу по электронной почте отправили Дмитрию Сергееву, но в целом приглашено 6 человек, то есть понимаете, как это удобно, то есть вы сразу видите всех гостей, которые у вас будут. Это еще, опять же, пол-дела, да, я сейчас еще один опросник пройду, чтобы у вас сложилась картинка, да, как это все происходит, ну и, допустим, Никита, пусть будет тоже Сергеев, допустим, Никита Сергеев отвечает, он принимает с удовольствием, он будет кушать говядину, и он будет один, да, принять. Дальше вы, опять же, попадаете в свой список гостей, заходите и видите, что у вас 7 человек уже приглашено, 2 человека приняли приглашение, кстати, если нажать на кнопочку «приняли», вы сразу видите, кто принял приглашение, да, и все эти люди попадают вот в эту вкладочку без группы. И как только Никита Сергеев принял, вот, опять же, мы это все видим, и понятно уже, сколько человек у нас действительно будет, что вот у нас всего было приглашено 7, 2 человека точно подтвердились, 1 человек отклонил. Дальше для удобства, так как в день вашего мероприятия наверняка с вами будет работать координатор, даже если не будет работать координатор, даже если у вас будет подружка помогать вам, да, или менеджеру вы поручите что-нибудь там проверить, перепроверить, кто там где кушает, кто что кушает, да, вы можете это сделать следующим образом. Нажать кнопочку «экспорт информации», «загрузить», «загрузить», и у вас скачивается вот эта вот информация с вашими гостями, она скачивается в отдельную вкладочку. Выглядит эта табличка будет следующим образом, вы скачали эту табличку, да, и вот такая табличка у вас появится, есть, немножко сейчас ее подкорректировала, добавила границы, ну, чтобы более читабельно было, да, но при всем при этом посмотрите, как удобно. Вы сразу видите все гостей, которых вы пригласили, сколько взрослых, сколько детей у вас есть, да, то есть «в» — это взрослые, «р», ребёнок — это дети. Кто придёт с дополнительными гостями, да, тут Ирина Степанова, она возьмёт с собой плюс два человека, и что это за дополнительные гости, и они сразу просчитываются, эти дополнительные гости, да. Кто что кушает, вот у вас сразу говядина, рыба, кто ответил «да», да, что он придёт, этот человек, кто ответил «нет». То есть, условно, в дальнейшем вы просто можете сделать фильтр, сейчас покажу, как это делается, данный фильтр и отфильтровать гостей по ответам. То есть, если у вас гость принял приглашение, вы нажимаете «да», «ок», и вот у вас появились люди, которые придут на ваше мероприятие. Это суперудобно, да, если у вас гости там ответили «нет», то вот у вас, опять же, видно, да, сразу, кто принял приглашение, кто приглашение не принял. И в дальнейшем, когда в день мероприятия с вами будет работать координатор, вы можете передать эту табличку. Координатор уберёт там лишних гостей, которые не прошли опрос, да, или которые прошли опрос и дублируются, допустим, фамилии, имена. И очень удобно будет работать с этой табличкой. То есть, если у кого-то, допустим, аллергия, человек не ест ни мяса, ни рыбу, то координатор понимает это, он заходит, он подходит сразу там к этому гостю или там сообщает менеджеру о том, что, смотрите, вот, например, у Никиты Сергеева аллергия на там рыбу, например, и он нельзя ему рыбу давать, ему можно давать только какое-нибудь веганское меню, допустим, да. И получается, что, казалось бы, можно было просто взять и заполнить табличку Excel, да, и ничего, ну, в принципе, да, заполнили табличку Excel и узнали, какое количество гостей. А можно сразу убить двух зайцев, сделать это на портале eventfumi, да, где я показывала вам, и не просто заполнить табличку Excel, а можно сразу получить информацию о гостях и сразу же получить подтверждение, кто будет присутствовать, кто не будет, кому нужно размещение, кому не нужно, кто что будет кушать и так далее. Обязательно, когда будете составлять список гостей, обязательно гостям своим говорите, чтобы они проходили эти опросники. Прям напишите вот эту инструкцию, да, которую я в данном случае написала, чтобы гости проходили опросники, чтобы гости не просто регистрировали, не просто посмотрели там информацию на сайте, на вашем приглашении, да, чтобы они обязательно регистрировались, ну, я имею в виду, что нажимали на кнопочку, вбивали имя, фамилию, и обязательно проходили опрос, что они будут есть, что они будут пить, будут они присутствовать, не будут, нужно ему размещение, не нужно и так далее. Потому что это очень-очень много вопросов для вас закроет. То есть вам не нужно будет беспокоиться еще и об этом, потому что за вас, в общем-то, это все сделал свадебный портал Event4Me. Вам нужно будет просто скинуть ссылочку и получить уже готовые решения, готовые ответы от ваших гостей. Итак, мои дорогие, я надеюсь, что вам было полезно. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этим функционалом и обязательно напишите, получилось-не получилось, обязательно напишите, каким образом вы составляли список гостей, если для вас уже этот пройденный этап. И поделитесь со мной, понравилось ли вам использовать тот функционал, про который я сегодня вам рассказала. Все, на этом мы с вами прощаемся и пока-пока.